Каждый год в стране более полутора миллионов человек остро нуждаются в переливании крови. 20 апреля в России отмечают один из важных социальных праздников – Национальный день донора. Он посвящен тем, кто безвозмездно спасает жизни незнакомых людей. Сегодня около 20 новорингойцев перед работой пришли в Центральную городскую больницу, чтобы в очередной раз подарить свою кровь нуждающимся в ней пациентам. Слово Марии Федорчук. Чтобы спасти жизнь человеку, не обязательно иметь медицинское образование. Достаточно сдать кровь. Так считают полторы тысячи доноров нового уренгоя. Среди них Римма Кукоева. Она помогает людям на протяжении семи лет. Женщины делятся кровью с теми, кто особенно в ней нуждается. Римма Крымовна посчитала, что за это время спасла больше 50 человек. У меня какая-то может быть на протяжении уже скольки лет, как бы уже физиологическая потребность. Мне очень нравится. Я уже жду, когда мне надо. Несколько раз у меня как бы из-за того, что гемоглобин был низкий, я не смогла сдать. Они же очень тщательно проверяют. Но очень хорошо чувствую. Даже лучше, чем до сдачи крови. Ряды доноров постоянно пополняются. В 2015 году в Новом Уренгое впервые сдали кровь 234 человека. Те, кто однажды помогли нуждающимся пациентам, возвращаются сюда снова и снова. Сегодня 10 раз я сдаю кровь. Впервые это было пару лет назад решился. Ну, если честно, давно хотел, там совпало. В общем, желание, возможности. Пришел, сдал. Перед тем, как сдать кровь, донор должен позавтракать. Лучше всего подойдет овсяная каша на воде. От жирной пищи, алкоголя и кофе необходимо отказаться. Процедура начинается с осмотра. Донору измеряют давление, пульс и определяют уровень гемоглобина. Если все показатели в норме, того, кто отважился поделиться жизненно необходимой жидкостью, усаживают в кресло и прокалывают вену иглой. Процесс отбора крови длится не больше 10 минут. Дальше биоматериалы следуют в лаборатории. Кровь идет на фракционирование. Из дозы крови получаем мы эритромассу и плазму. Плазма замораживается. Часть крови идет на лабораторное исследование. И уже по результатам этих лабораторных исследований кровь будет или выдаваться в работу, или же будет в бракоте утилизироваться. Для пациентов требуется не только кровь, но и различные ее компоненты – плазма, тромбоциты и эритроциты. Врачи отмечают, каждая кровь по-своему уникальна. Прежде чем пациенту перельют жизненно важную жидкость, ее проверяют на совместимость. Но перед этим компоненты крови должны пройти карантин. Плазма от каждой дозы крови идет на замораживание. Проходит быструю заморозку. И хранится при температуре от 35 до 40 градусов в наших условиях до 3 лет. Карантинизируется через 6 месяцев. Что значит карантинизируется? Донор через 6 месяцев приходит, сдает повторно анализы. И если эти анализы будут хорошие, значит плазма прошла карантинизацию, она идет в работу. Стать донором может любой желающий. Но перед этим необходимо сдать анализы и получить справку от терапевта. Кровь принимают по вторникам, четвергам с половины девятого до половины десятого в Центральной городской больнице. Кроме того, можно пройти полное обследование и попасть в резерв. Такого донора приглашают по необходимости. Мария Федорчук, Артур Цвелюк, Служба новостей, Импульс.